Продолжая разговор об искусственных органах чувств, я хочу вам рассказать, как обстоят дела на сегодняшний день с искусственным языком. Безусловно, язык нам необходим. Нам нужно показывать язык человеку, который нам не нравится. Нам нужно разговаривать с помощью языка. Самое главное, нам нужно ощущать вкус еды. Вкусно, невкусно, холодно, горячо. Очень много функций. И если мы говорим о языке в принципе, то в природе нет ничего лишнего. И вы, наверное, смотрели, что в древности одним из наказаний было отрезание языка, либо кончика языка. И человек сразу переставал разговаривать. Поэтому нельзя даже удалить там что-то для того, чтобы это не нанесло урон организму. А, конечно, общение – это, безусловно, необходимый фактор для человека, потому что мы люди социальные, мы живем в социуме, в семье, и мы должны разговаривать. Итак, что существует на сегодняшний день? Вы уже узнали, что существуют уже и глаза, и уши, и даже уже существует нескольких вариантов нос. Есть ли у нас электронный язык? Да, электронный язык есть. Вы видите на картинке. Это большое устройство. Я вам уже не раз говорила, что электронное – это может быть прибор любых размеров. Главное, чтобы он выполнял те функции, которые нам нужны. Значит, электронный язык – это тоже анализатор. Это анализатор вкуса и жидкости. В принципе, мы можем попробовать окружающий у нас воздух, да, и подумайте, есть там что-то или нет. И вы видите, что компьютер – компьютер – это в электронике мозг, аналог нашего мозга. И много-много проводов, а дальше вы видите различные колбочки. Колбочки – это то, что я вам говорила база данных. Каждая колбочка отвечает за какой-то вкус. К примеру, вкус банана, вкус клубники. И для того, чтобы сравнить. Прибор делает так. Совпадает – значит, это вот банан. Совпадает – значит, это клубника. Не совпадает – значит, я не знаю, что это. Итак, если говорить о бионическом языке, то это должно быть натуральное подобие нашего языка, которое мы должны повестить в рот, и он должен выполнять все те функции, которые выполняет язык. На сегодняшний день бионического языка нет. Его еще не сымитировали. Наноязык. Наноязык, я уже вам говорила, что это может быть материал, который выполняет функции, либо небольшое устройство, которое мы можем поместить на язык человеческий, который существует. Для того, чтобы устранить дефект, как мы помещаем контактную линзу на глаз, также мы можем наноязык поместить на язык, чтобы он нам вернул либо ощущение вкуса, либо дал нам возможность разговаривать. Существует ли это на сегодняшний момент? Нет, господа. Наноязыка тоже нет. Опять же, в силу того, поместить можно. Только если мы говорим на существующий язык, и если потеряна работа рецепторов, тогда это должно быть как контактная линза, некий материал, который будет помещаться так, но с учетом того, что у нас постоянная слюна выделяется во рту, вы скажете, что когда мы смотрим глазами, у нас тоже мы моргаем для того, чтобы периодически смачивать поверхность глаза. Но это не тот поток жидкости, как у нас не такое количество, как вырабатывается слюна, когда мы кушаем. И глаза у нас, мы их практически не трогаем. Если только случайно вы коснулись пальцем, либо какого-то предмета, и, кстати, тогда линза может соскочить, то язык мы должны кушать, пережевывать, двигать эту пищу. И поэтому возникает вопрос, какой материал, куда поместить. Может быть, его нужно будет вообще одевать. В любом случае, эта задача еще не решена. Вполне может быть, если мы говорим о будущем науке, что это будет некий чип, который будет выполнять функцию языка, но крепиться он будет, допустим, у нас на подбородке. Просто будет прикреплен и давать сигналы к тем сенсорам, которые у нас отвечают за передачу информации о вкусе в мозг. Про возможность говорить тоже интересный вопрос, потому что мы должны создать, опять же, такой же материал, который должен быть такой же гибкий, эластичный и такого же размера, чтобы вы двигали им, как своим собственным языком, и не испытывали трудности. Потому что как только мы испытываем трудность, ну вот представьте, не дай бог укусила, ужалила пчела вас в язык, язык распух, сможете вы им говорить? Не сможете. Попробуйте язык скрутить трубочкой. Вот сейчас сидите, смотрите, удастся вам поговорить? Нет. Поэтому материал должен быть такой же эластичный и выполнять в точности те же биологические функции, которые выполняет ваш биологический язык. Итак, господа, на сегодняшний момент с искусственным языком дело хуже всего. Бионического языка нет, наноязыка нет. Есть только электронный язык. Поэтому здесь простор для фантазии и научных открытий, наверное, самый большой.